Всем привет! Время разбирать лор SCP дальше, ведь лор SCP сам себя разбирать не продолжит. Вы много просили о том, чтобы я сделал видео по организациям Кит, и вот это видео. Каких только странных организаций нет в мире SCP, и бродящие между мирами странники, и люди, собирающие бога из машин, и те, кто управляет плотью, и те, кто изделия из живой плоти продает, и, конечно, вселенная SCP, не могла обойтись без клуба обезумевших от роскоши богачей. МКИТ это сокращение от Маршал, Картер и Дарк, организация, находящаяся в Лондоне, и принадлежащая трем загадочным торговцам аномальными вещами, которые приходят к богатейшим в мире людям и делают предложения, от которых те не в состоянии отказаться. Предлагаем то, что больше нигде купить нельзя. Торговцы МКИТ устраивают целые аномальные шоу для своих покупателей, в результате которых те тратят целые свои состояния на какую-нибудь аномальную безделушку. МКИТ старается не связываться с действительно опасными аномалиями и взаимодействует только с тем, что фонд бы классифицировал как безопасные вещи, ведь их задача только в самом процессе выкачивания денег из богатейших людей планеты. И как богатые люди продают бедным вещи, которые те называют роскошью, бесполезные в обычной жизни золотые украшения, алмазы, машины, так и МКИТ продают богатейшим людям броские, но бесполезные аномальные вещи. Но главное это какое шоу устраивается для этих продаж. Например, один из ранних объектов, где упоминается эта организация, это SCP-604 пир каннибалов, суть которого в том, что это набор посуды, украденный МКИДом у монахов-безумцев. Все блюда, поданные в этой посуде, превращаются в человеческую плоть, нередко даже еще и живую, шевелищуюся и теплую. МКИД при помощи этой аномалии устраивал званые обеды, на которые приглашал богатых безумцев, которые поедали плоть, порожденной этой аномалией, а затем после этого каннибалистического угара покупали всякий невозможный хлам за целые свои состояния. Однако это не первый объект, где упоминается эта организация. Первый объект это SCP-138, архивированный, который по какой-то причине получил столько минусов, что был удален из базы фонда. Вот уж действительно данные удалены. В этом объекте говорится об аномальном медальоне, который был украден у фонда и продан МКИДом на благотворительном аукционе. По какой-то причине этот объект собирались удалить, но его спасло то, что он упомянут в одном из лорных рассказов, который считается важным для сюжета. Важного в нем то, что показана возможность МКИДы легко воровать то, что фонд прячет на своих базах. Еще один вид деятельности МКИД – это предложение путешествий в другие миры, с охотой и без, и такие развлечения, как SCP-102. Этот объект представляет собой небольшой домик. Зашедший в этот домик человек становится бесплотным призраком на время. Для сохранения максимальной эксклюзивности своих товаров, МКИД старается поддерживать монополию на рынке, уничтожая конкурентов при любой возможности. Во всяком случае, тех, с кем может справиться. А с кем не может, например, с фабрикой или доктором Развлечудовым, заключает различные сделки. Например, некоторые предметы Развлечудов продает только МКИД. Это пенные конфеты, известные фонду как SCP-1079, заставляющие человека выделять кровавую пену. МКИДу каким-то образом удалось получить монополию на их продажу, а фонду SCP стало проще следить за их распространением. Вскрой упаковку и съешь одну конфету. И можно тут же начать играть с пеной. А можно разыграть друзей. Просто угости их одной конфеткой. С пенными конфетами доктора Развлечудова больше нет нужно набирать в ванну. Ванна – это ты. Большинство организаций настроены к МКИД враждебно, но открыто воюет с ними только длань змея по каким-то внутренним причинам. Возможно, потому что МКИД пытается заслать в библиотеку странников своих агентов, чтобы что-нибудь утащить. Но действительно дружелюбно к МКИД настроены только повстанцы хаоса, которые покупают у них различные артефакты, в том числе и украденные у фонда. Сам же фонд SCP занимается только тем, что по возможности отбирает МКИД разные аномальные вещи. Например, живую картину SCP-1005, которая была получена в ходе захвата фондом галереи искусств, где МКИД в это время проводил показ своих товаров. Однако фонд не стремится уничтожить эту организацию. Возможно, это связано с тем, что в варианте SCP-001 фабрика есть упоминание о том, что Маршалл был с теми людьми, которые основали фонд, но отдалился от них еще до того, как фонд был основан, так как не разделял идей основателей SCP. Возможно, тот же фонд не ведет войны с МКИД, потому что МКИД также старается скрывать существование аномалий от широкой общественности, для того, чтобы продолжать зарабатывать на них максимально возможные деньги. В рассказе «Третья смерть» говорится о том, что Маршалл и двое других глав организации не являются в полном смысле бессмертными. Они пользуются изобретенной Дарком машиной, которые способны перекачивать жизненные силы из одного человека в другого, таким образом просто продляя свою жизнь, бесконечно сбегая от смерти за счет отчаявшихся нищих и бедняков. Положение 279.1 В случае смерти или наступления близкого к смерти состояния, которые определены в положении 3.7 одного из господ, а именно Амуса Маршала, Руприхта Картера, Персивали Дарка, компания Маршал, Картер и Дарк Лимитед, должна быть передана во владение оставшимся в живых господам, Маршалу Картеру Дарку. Положение 279.2 В случае смерти или наступления близкого к смерти состояния, которые определены в положении 3.7 двух и более господ, а именно Амуса Маршала, Руприхта Картера и Персивали Дарка, компания Маршал, Картер и Дарк Лимитед, должна быть передана во владение прямым потомкам каждого из господ, Маршала, Картера и Дарка. Согласно указаниям, приведенным в положениях 279.3, 279.4 и 279.5, Если один из господ останется в живых, то он теряет свою долю в компании, Маршал, Картер и Дарк Лимитед, и всех ее фондах. Однако в самом рассказе Третья Смерть описывается уничтожение и самой этой машины, и двух из трех основателей МКИД, существами, которые подозрительно похожи на описание рептилоидов из SCP-2013. В комнате было полным-полно фигур, похожих на людей. На первый взгляд они казались достаточно похожими. У всех них была бледная, почти белая кожа. На каждом был одет черный костюм. В руках у каждого находился большой черный чемодан, и каждый из них общался с другими, издавая странные тихие звуки, напоминающие чириканье. Все они стали лицом к двери, хотя лицом назвать это было сложно, поскольку у них оно состояло лишь из плоти, покрытой гладкой кожей. Этим существам в итоге и перешла сама компания. Во всяком случае, во временное управление, так как дальнейшие рассказы описывают разных потомков трех основателей в роли организации, о чем есть 29 рассказов, соединенных общим сюжетом. Ссылку на них я оставлю в описании. Получается, что МКИД был основан примерно тогда же, когда и фонд SCP, то есть где-то в конце 19 века. Какое-то время существовал под управлением трех основателей, и в итоге заговор о странных аномальных существ в костюмах перешел потомкам основателей. Правда, на самой странице этой организации указан год основания 1808. Видимо, какое-то время эта организация существовала без Маршала. А что же было до всего этого? Ну, с Маршалом понятно, он был среди основателей фонда. А вот с Дарком все интереснее. В файле SCP-2463, который на момент создания этого видео есть только в английском филиале, рассказывается о артефакте, который был захвачен во время рейда МОК на склад МКИД. Среди найденных документов была античная рукопись, где упоминался древнеримский торговец Д. Меркатор, а позже торговая компания The Darky Trading, то есть Дарк из компании МКИД, все же является бессмертным существом, или во всяком случае он пользуется своим изобретением, машиной, которая забирает у других жизнь и отдает ему. В отличие от Картера с Маршалом, которые достают аномалии у других организаций мира SCP, Дарк знает, как попасть во мрачный мир Аллагады. Об этом говорится в нескольких рассказах и в файле SCP-2264, который называется при дворе Аллагады. Там он встречается с торговцами из других миров и выменивает или покупает у них абсолютно невообразимые вещи, которые имеют особо высокую цену. То есть, несмотря на то, что МКИД не создает аномалии, он все же также является их источником в мире SCP, принося их из одного из параллельных миров. Вот такая организация этот МКИД. Пишите в комментах, о каком еще явлении мира SCP сделать разбор. Ну или просто что-нибудь напишите. Всем аномальных прибылей и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok